вот шикарная находка бахметьев клош старинный с ручной росписью 9000 полосится то есть на любую тарелку можно все что осталось из еды накрыть этим клошем роскошная но здесь еще предметы тоже не менее интересного то нас трещины и правда патент петербург старый очень старенькая исаковский собор красота так это у нас гарднер тонкий фарфор мельчайший их здесь две а сколько дна стоит я хотел пару продать за пару 15 пара 15 мне конечно клош больше всего нравится а это по краешкам для марсель но красивый рисунок очень красивый пользоваться наверное нежелательно либо вешать либо ставить в витрину здесь скол но вещь хорошая а кстати нужно отметить что вот этот вообще интересный прилавок такие стопочки необычные это от какого-то штофики моды ссср а вот вот дарусь наборку и щучки вот интересный стекло долю вских комплект чайник молочник и сервис а сколько там 6 до чашечки а стоимость 3 500 есть коробка упаковка полностью этого сервиза состояния хорошим а вообще нужно мне съездить на дуле вский завод и показать вам его фабриками что там завод так это уже современная и вижу красивые конечно здесь старинные рамочки с толстым стеклом а это пряжка нет это тоже рамочек сколько такая 2000 большая ну для старинных вещей это ценник нормальный для кого-то да скажет это очень дорого но в принципе эти вещи так и стоят вот вещь интересного нет второй части видите отломана но вещь очень красивая с латунными вставочками ну что пойдем дальше вот видите пробочки лисичка петушок козлик это все пробочки видите сколько всего я вам показал на одном прилавке все очень интересное и игрушки старинные ну в общем перед нами с вами еще видите какая площадь огромного пройти всех до блошинка всегда актуально было и будет а сколько товара на авито и смотришь что-то там я откладываю там плюсики ставлю вот он это продается я тут продал кровать свою старую продал люстру совсем недавно тоже с синюю которая висела на этой квартире то есть потихонечку чего-то куда-то расползается как и здесь на рынке что-то дополняется что-то уходит продается выхожу из дома иду на машины рынок раннее утро ну как ранее уже 11 12 доберусь элла сэлла разговаривала на этого с ними обязательно морду лица хорошо выглядишь сегодня игре ну я вообще прекрасен и внутри и снаружи конечно же сниму покажу ну вот все я уже у выхода буду добираться до нашего вернисажа ну и нужно будет в скором времени снять для вас другую свою антикварную витрину здесь уже предметы стоят подороже у кого-то хватило ума ту витрину сказать что там типа фигня и ценник за копейки что в головах у людей не знаю пустота неуважение и глупость нормальные люди рассмотрели получили удовольствие кто-то эти предметы вообще не видел ну как то так ну что давайте пойдем я приглашаю вас на вернисаж сегодня у меня такой лук черном я и в юности как-то любил черный цвет ну говорят это цвет творческих людей кстати дизайнеры часто выходят на подиум в черном часто дизайнеры ладно вперед сегодня у нас тут какое-то мероприятие для деток чебурашка там ростовая кукла и вот эта школа которая открыли 1 сентября в том году до прошлом году и эти дома которые открываются и которые задаются вот уже открываются но смысле вот этого площадку только построили совсем недавно и новые деревья вот это все а вот это именно вот сейчас где люди находятся площадку и и только что сделали месяц назад так скажем ну и я вам скажу вот здесь где я живу вроде бы да не всем эти дома нравится но суть в том что здесь живет одна молодежь и выходишь вечером или днем на улицу как будто выходишь в молодой город такой свежайший много детей не связаешь как современной вот так правильно сказать там видите нет чебурашку танцует он там есть у нас и цветы вдоль дома клумбы с цветами говорят что в россии не моют шампунем улицы как не моют моют видите сколько шампунь и порошка аж прям не знаешь где пройти вот жизнь непростая штука вот иногда происходит такие моменты дела вещи появляются той жизни люди как это складывается я не знаю как это возможно в огромной москве сейчас ожидал поезд в метро и подошла девушка я ее сразу не узнал она моя знакомая мы с ней сидели вместе на первом канале в экспертах и она должна была прошлой весной она должна была у меня участвовать мы приехали уже на метро измайлова должна была участвовать в моем показе в итоге у нее проблемы были со здоровьем и она не могла а скоро ведь через два месяца снова у меня показ так вот я ее и поставлю то есть замена такая временная вот в общем она себя чувствует хорошо узнала меня с рогами молодой человек идет это сто процентов с глашиного рынка какие штанцы видели как совпали вот эти два человека по времени удивительно вот так сводит жизнь то есть мы должны с ней пересечься были напомнить друг о друге что человек должен у меня участвовать и она вспомнила запишите дату 15 ноября забавно забавно погода хорошая как хорошая ветра особо нету тепло умеренно не жарко не холодно и я вышел на променад вместе с вами с моими королевами кстати сейчас очень популярно выкладывать видео как одеваются люди в москве ну как правило блогеры выбирают места по цивильнее то бишь имеется виду там где ходит элитка так ее назовем лакшери это большой театр и так далее какие платья носят белая красная общем по сезонам мне наверное тоже надо как-нибудь снег такой идите вы выдвинуться в центр москвы найти время и разобрать некоторые луки а здесь у нас три гостиницы поэтому конечно же здесь в основном приезжие ходят и таскают сволочат за собой сумки с вещами кстати нужно сказать совсем скоро приезжают две королевы она не останавливается это вега это гамма дельта или это дельта или это вот это бета значит это дельта они останавливаются здесь и у меня с ними встреча одна из ташкента а другая забыл забыл из какой какого города прилетают в общем гостиницы везут конечно же я сниму их и встречу с ними сегодня у нас субботнее утро начало дня поэтому здесь пусто никого нету а вообще уютно посидеть так после сна позавтракать на свежем воздухе машин здесь ходит мало шоссе с той стороны поэтому если воздух более-менее чистый малыш там пришел завтракать мама завтракает он нет малыша я помню сын тоже его не заставишь поесть не заставишь бесполезно будет сидеть час-полтора но ничего не будет есть но дети они есть дети здесь скосили траву и стоит запах свежей травки ох птичка прыгает сколько сколько поскольку здесь тоже на этой лужаке любят фотографироваться все так ну а тем временем мы приближаемся все ближе и ближе два шином рынку и к вернисажу не знаю как сейчас там что я не разговаривал вроде бы хотел оси написать но в итоге не написал что же там как дела думаю не буду отвлекать мне тоже сестра приехала свои дела думаю приду и увижу все и очень много и рынок вот прямо отсюда протянулся такое бывает очень редко кто-то из вас спросил иван типа ты так и не ответил что же происходит такая сам прям на сто процентов не понимаю что происходит потому что потому что кто мне доложится то даже они не знают продавцы дележка что там перепродажи невеста перепродажи еще что-то и ждем когда все трясется ждем ну я так понимаю все по-прежнему как и в прошлый раз потому что видите вот они все люди толпа здесь стоит вся значит здесь вокруг ничего по-прежнему нету еще одна невеста идет еще одна свадьба поет и пляшет третье ух ты сегодня нам точно с вами всем повезет третья невеста вот у этой красивые волосы длинные у этой невесты да ничего нету видите пусто сегодня и стоянка вся забита ух ты роза оказывается здесь по ну вот задумал что здесь на самом деле поставили ли они стояли я их не видел здесь не было по моему от этих мраморных и розы цветут ну надо же в общем боже мой даже сюда машина встала ну как бы она не стоянка вот в общем сегодня отсюда уже начинается рынок он там люди что-то несут им упаковали бронзовый подсвечник полторы тысячи просит но достаточно старенький единственное что вот есть трещинки трещинки по швам в принципе неплохой но такой сдержанный я буду люблю более ракальный наверное вот больше такой тоже старенький а такой а такой 500 рублей дуты но его надо выпрямлять и дорабатывать а тогда симпатичные 500 рублей это конечно не цена вы видите сколько помад и если можно приобрести выбор подстаканников я бы сказал широкий чтобы не утащили видите прикрепили их стройка на на шнурочек сколько вот такой на 1000 рублей москва кремль 50-е годы видите какая ручка уже вижу очень красивая как крыло лебедя можно сказать есть попроще есть посложнее а самый дешевый самый дешевый какой самый дешевый вот этот вот 350 рублей а 350 самый дешевый такая фигура с птицами большой прилавок такой вот что мне привлекло сюда сама форма красивая ракань сколько стоит 300 рублей девушка симпатичная ценник приятный машинка смотрите а машинка 10 10 а вы можете свои цены предлагать ага ну 10 дорого конечно она полностью рабочая все там даже инструкция есть ага спасибо можете взять посмотреть эти люди весь этот товар конечно же ждут своего покупателя вот девушка рассматривает там рядышком брошь и продавец и говорит вот что одна стояла любовалась но так и не приобрела она говорит ну у нее потому что глаз не наметаны она не вижу не видит что это лучшее из предлагаемого товара ну в общем такие общения кстати вот эта скатерть шикарная или ковер так посмотрю я сейчас на нее они б.у. да эти да конечно это что-то такой толстенький ковер или все-таки скатерть наверное коврик ну вот этот очень красивый достаточно старенький вручную пришита тесьма но она точно в цвет подобрана сколько стоит 5000 довоенные я вижу вижу да 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 очень красивая да вот эту вещь я купил и состояние действительно хорошую так это у нас что шкура ну конечно хороша знаете элементы сделать дизайнеру вот так вот карманы лацканы или просто какие-то полоски здесь и норка есть да вот эта вещь очень хорошая на самом деле в моей стилистике в стилистике моей квартиры тоже прекрасные игрушки что-то здесь старенькое что-то тут современная часть есть даже из вельвета мишка есть вельветовые в зеленых штанах широких индийских я бы так сказал сова забавная я кстати помню такую сову здравствуйте это комаренок покупался вместе с олимпийской мишкой а вместе с олимпийской мишкой в свое время покупался я уже сейчас не помню но где-то мы с вами встречали чуть ли не в музее подобную вещицу в краеведческом музее то были бы конечно рады в таком предмету 20 тысяч видите как раз спрашивают про него роскошный тяжелое дерево достаточно а комара двести лет цыганка мне жизни нагадала Жизнь и чашу полную, Сытость без хлопот Но благодати двести лет, Ах, как же это мало Нагадала б ты мне лучше счастья Хоть на год Нагадала б ты мне лучше счастья Хоть на год Нагадай мне, милая, О любви и тревогу Нагадай глаза врагам Смело заглянуть Верного товарища в дальнюю дорогу И еще, 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 еще чего-нибудь И еще, 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 еще чего-нибудь